так процесс идет процесс идет заднюю часть и выходные закончил сейчас вязать перед начал с передом конечно вопросов опять масса как выставить педальный узел как будет выглядеть панель приборов где будет стекло вопросов очень много опускал снова получается как пускал поднимал эту сторону моста колесо поворачивали чтобы понять расстояние может изначально я выставил расстояние крыла как здесь у меня было выставлен то есть вот этот угол я хотел чтобы у меня был здесь такой же я полностью скопировал расстояние то есть это стоечка опор она у меня была ближе после того как подобрать или эту сторону моста колесо ушло вверх плюс его повернули до упора она у меня немного не доходит не задевает выставлено на кулаках чтобы не задевала тягу получается поворачивается и очень близко было к этим поперечинам пришлось это все дело естественно отодвигать сейчас все отодвинули так это уже остается на камере сейчас не понять какое расстояние то есть вот передняя часть вот задняя часть примерно понял как у меня будет выставлен педальный узел это пасеки от смерти даже написано 2107 перевернута это я тут прикрепил как будет зашиваться педаль сцепления до упора педаль тормоза до упора и моску 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 капот тут расположился радиатор радиатор передняя часть рамы я еще до конца не варил пока не понимаю где нам не закончится радиатора десятки и пока кинул вот эти направляющие чтобы посмотреть как у меня будет выстреливать крыло она идет под углом то есть относительно вот этой части 10 сантиметров поступил и сам уклон укос идет еще на 10 сантиметров хочу сделать таким образом чтобы вот эта часть то есть она здесь приварится здесь была вот по метке вот так вот у меня задняя часть широкая к переду к этой части маленько заужается тут стойку тоже надо переносить на 10 сантиметров заужается и здесь еще раз заужается то есть перед надо заузить а зад остается широкий за широкий для того чтобы можно было спать ним то есть там сто восемьдесят пять девяносто ну а перед для того продолжать чтобы просто было сейчас я залезу как-то опачки поприличнее выглядело имитация сиденья то есть сиденье практически его заднего крыла будет вот так вот это выглядит вот просто если делать по крайней как я хотел это метр девяносто что ли у меня там расстояние получается и впереди также делать то как-то дверь тут все широко получается если ее завозить чуть-чуть на 10 сантиметров здесь поднять и дальше заводится будет вроде как симпатишно педальки все удобно и сиденье будет чуть повыше угол на данный момент 90 градусов если ногу вытягиваем то угол меньше удобно ничего затекать не будет здесь обрежется поднимется панелька это начало стекла пойдет стекло два стекла будет водительские пассажирская скорее всего открывающиеся зелы и получается сижу то я вот рама узел я вынес за раму чтобы здесь у меня был проход здесь вот не видно где-то не отмечен то есть у меня сиденье здесь закончится пассажирская там закончится здесь у меня нормальный проход назад вполне можно в ватниках будет зимой сиденье вылезти и пройти назад не понимаю почему некоторые просто делают здесь узко чтобы нельзя было пройти на это же неудобно здесь у меня будет точно проход и по мотору значит мотор пока как и уже давно я вам говорил сейчас не грохнут здесь оставил вот такое расстояние то есть радиатор будет стоять здесь капот еще будет чудо радиаторная решетка будете дальше это расстояние 25 сантиметров что ли большее даже став сделано для того чтобы мотор акул можно было поменять на 0 9 мотор он где-то на 20 сантиметров 22 будет длиннее здесь все фрити ручку закончится то есть вот эта часть 0 9 мотора будет где-то вот здесь прямо чуть-чуть все должно будет подойти сделал просто это заранее что потом не прыгать не подпрыгивать вдруг захочу его поменять мысли таки есть но посмотрим сделаю это не сделаю тракторюшка наш про мосты говорил мосты отец уже обрезал вазовский два задних моста обрезаны сварены чулки оба моста полуоси также завалено полуоси обрезаны высверлены фланцы высверлены на станочке бахнули высверлили папа высверлил а и все просто то есть по оси в размеры обрезаны фланец выставляется как нам надо сдвигается забивается провариваться снаружи проваривается внутри получается целая у вазовская полуось укороченная при этом родное шлицевое посередине нигде не сварено просто фланец обарен как завода будет все четенько главное в размер попасть так вот тут тоже в процесс идет на это все заканчиваю заканчиваю друзья новый же хороший я наконец-то гору купил гору купил гидроцилиндр двухсторонний на мтз который переделку ставят и дозатор купил d100 который тоже ставят нам доза все китайское все дешевое за все за дозатор с цилиндром вышло что тут порядка 15000 по или 14 даже то есть китайская дешевая при этом я спросил как вообще ходит не ходит парнишка сказал что у него уже на вездеход только не на такой вездеход квадроцикл за последний год уже штук 15 их купили при этом эти квадрики сдаются в прокате то есть их нормально уходяки вы и короче ходят они нормально поэтому я купил такой же комплект буду ставить пробовать соответственно вам расскажу как что получилось так пришел у нас комплект на гору значит цилиндр мтз под переоборудованием тазы понятно что он какой-то самопал по моему это мелитополь выпускает их украинский 50 диаметр цилиндра 50 диаметр штока 30 вылет по моему у него ход 215 эти я буду обрезать крепление потому что мне надо чтобы выходы были под шланги наверх то есть этой стороны вот цилиндр стоит самом деле довольно таки дешево вот таком исполнении стоит он в районе 6 7000 вместе с шаровыми сюда уже будут подгонять вазовские наконечники и дозатор дозатор китай как он d100 который идет на мтз на и цилиндровина тоже на мтз в общем сотка затор стоит тоже в пределах там 6000 рублей с клапанами регулировками вот с этими плюс пластина пластина говорю вал пункт прикручивается и все получается у нас дозатор здесь я уже подгоню карданчик поставлю сюда и на руль непосредственно все это дело встанет ну и плюс цера с уплотнениями все эти вещи вот такие делы все самое дешевое посмотрим как это все работает но говорят что этих цилиндров берут много двухсторонних ходят они достойно по этим дозатором по-китайским тоже часто ставят на трактора и в принципе все служит все хорошо поэтому попробую соберу этот комплект если нет если что-то не пойдет если дозатор не пойдет туда куплю болгарский если цилиндр этот будет слаб либо что-то у него сдохнет но говорят что шаровый только из строя быстро выходит то тогда куплю от лтз 60 он идет больше диаметром а пока вот такой комплект не хватает меня еще бака с фильтром и под жидкость и значит насос 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 будет от него такие дела